привет друзья мы с Сарой тут короче как всегда стоим в штал в пробке да блин эта камера она как-то вот наверх очень смотрит и вот как-то меня снимает из-под низу вот так так некрасиво фу ладно потерпите мне такую из-за этой пробки я просто ничего не успеваю вот реально не смонтировать ролик пока я доеду домой смонтировал ролик это будет ну уже ну все уже не смогу опять выпустить и вчера уже не выпустила и и я подумала я снимала для вас как мы сегодня гуляли сарой по городу вот этот ролик тогда я вам покажу завтра чтобы у меня было время норма достаточно его смонтировать а сегодня я вам просто расскажу про свое детство кто-то говорил или писал что было бы интересно начнем с того что папа очень сильно хотел мальчика должен был родиться мальчик по имени альберт слава богу что я девочка вот ну и соответственно он со мной так и обращал твоя была такая проныра так мне надо всегда было везде быть все знать но в принципе как бы не могла сидеть на одном месте и моя любимая игрушка была молоток и гвозди я не знаю почему у нас родилась я же в казахстане в караганде вот у нас в доме лежали старые полы которые папа хотел менять потому что там образовались очень большие щели но это дом далее ну как от государства поэтому как бы сохлись доски получили щели и почему бы не сделали потом потому что по моему потом в россию уехали как-то так жить ну не суть взяли мы он мне дал гвозди молоток все и я сидела я не знаю я помню это потому что наверное из-за того что я била себе в мотолком до молотком всегда по пальцам я забиваете гвозди значит на кухне и соскальзывает постоянно и постоянно вот этот молоток и постоянно мне по большому пальцу и так больно было так сделаю этот палец и опять дальше господи очень любила на тракторе кататься папка едет на своем красном тракторе у него по моему и синий было красная красно больше помню а вот а я даже не одевала обувь как была в колготках так и бегу навстречу папочка папочка с работы едет трактор услышу вдалеке и знаю что это папа это тракторе бегу к нему мама кричит боже и под колеса не беги ты куда и кричит ему чтобы это но он понимал что опять я на бежит потихоньку или остановится и ждет я прибегу залезу и едем домой на тракторе господи ж так такая сильная любовь так родителям потом как в чане я тонула кристина рассказывала что я там просто слава богу не утонула а купалась так держалась и купалась что у меня скажем так мозг хватить и хватило чтобы не утонуть мама гор всегда говорит убегала без обуви у нас были хорошие соседи я их любила очень вот и ты убежишь к ним сядешь как на порожки опять сандали выкинула без сандалев платьюшка вот так натянешь на кол на свои коленочки игр и сидишь как там а тебе там по конфетку дадут то еще что-то игр счастливая когда приехали в россию ну конечно же мы детьми везде как все дети везде лазили и на речке ну слава богу там никогда не не тонула ничего но по лесу лазили иди раз мне вот такая здоровая ветка как на бошку упала и по деревьям лазили вот были времена и сарай я поджигала спичками игралась и наших наших соседей сарай подожгла сарай и прибежала домой и стою топаю ножками плачу и кричу папочка папочка что случилось а я не моя боюсь до смерти ему сказать что я сарай подожгла и опять топаю ногами папочка папочка и хорошо что там где он бился прямо против окна в кухню и он как я вижу так что-то боком что какой-то дымок а лето было не кто-то не топит летом я поворачиваю горд голову а там уже не знаю конечно он потом это все отремонтировал сделал не знаю почему я вот но я уже достаточно взрослая была предшествие точно уже было господи как я напугалась ну короче они тушили там все мужики и кто никто тушили этот сарай а я а я пошла жрать короче у нас там был как сказать стадион и стадион не стадион парк можно было играть там баскетбол вот так вот и красивый прям и за этим парком там стояла большое дерево и на нем были большие а вот он как большие большие кусты вот и такие большие ягоды черный черно они поначалу такие вот красные а потом все темнеет темнеет я не помню как они называются на русском я сделала этих кустах и ушла эти ягоды пряталась кто мне мама конечно паш побежала искать уже темно было а вот и потом она меня нашла в этих кустах никто мне как бы выговор не делал там ну потому что я я сама напугалась и убежала и у меня был такой шок что как бы уже ругать бесполезно ну чё будешь еще раз спичками играться ну конечно нет не буду да что я еще творила зарок на турниках лазила и отжималась наравне с пацанами и а помню что я это боролась на руках с сестрой с крестинка мне было восемь есть 16 я выиграла один раз я как-то даже с бывшим мужем крестинкиным боролась на руках я его выиграла и не знаю муж не подавался но вроде он не подавался но видите человек что он физическую работу сильно так не видел потому что он как сказать всю жизнь за компьютером работает может из-за этого у него как-то не очень с мышцами не знаю никого не хочу осуждать что могу еще рассказать было у меня игрушка кукла она была здоровенная ну как как будто вот как месяцев 10 ребенку такая большая прям ну и там годик ребенку папе пришел друг они там посиделки у них были и я маленькая взяла эту куклу васька его звали за волос так его хватит и тащу за собой а этот друг подумал что это настоящий ребенок он как спрыгнул и давай за мной бежать ай 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 а папка сперва не понял что он говорит так ребенок какой ребенок это кукла но очень была сильно похожа на настоящего ребенка очень красивая кукла конечно было а вот последнюю историю сейчас расскажу и на этим на этом закончим ролик папа пас лошадей и я частенько с мамой ходила и приносили ему пообедать но он пообедает мама уходила я не хотела домой оставалась папой там до вечера с обеда до вечера и он прилег поспать а а а я получается что со мной это было или туда поехали надо было сюда заехать блин это развернулся теперь а мне скучно и я вижу что лошади расходятся что делать а его лошадь он поставил ее на кол а вот а я развязать узел не смогла но я смогла вытащить пол я пол вытащила намотала так все аккуратненько как-то прицепила к седлу это все дело залезла на лошадь лошадь не очень высокого высокая была я смогла и на нее залезть даже без тремя просто за седло хваталась и подтягивалась садилась на села на лошадь и поскакала лошадей так собирать а папка просыпается я на нет и где я на смотрят и лошади нет он тут господи что этот мальчуган опять творит то сарай поджигает то лошадь крадет короче потом горд смотрю лошади как-то странно движется ну в круг вот собираются в круг и потом как присмотрелся вижу будет вдали далеко говорит да эти машины сегодня закончится нет уже бесит вдали говорит вижу беленькие волосы он должен был вообще строится женщина стоит дорогу хотела пройти не ожидать даже заикаться начала летел через лежачего момента как будто этого момента там пишет он вообще мне чуть-чуть только что в жопу не заехал ненормальные люди летают как хотят ну его как бы увидел что я просто собираю лошадей никуда я может не угнала вот и все я пришла назад прискакала назад но он конечно гордился мною что учил меня кнут и кнут плести мы плели с ним кнут и вместе вот такие вот дела я надеюсь что вам мои рассказы понравились чуть-чуть вы посмеялись вместе со мной и тогда уже новый рассказ будет завтра не рассказ а наша прогулка то по городу всем хорошего хорошего вечера люблю вас целую пока пока